Когда совсем уже не осталось сил. Когда соперник становится еще яростнее. Когда победа нужна все сильнее. Кто будет самым сильным драконом? Смотри битвы и голосуй за сильнейших драконов. Турнир драконов. В прошлом бою встречались Штарморез и Красная Смерть. Красная Смерть легко победила Штармореза. Заработала 3 очка и наверняка займет первое место в группе. А Штарморез в пятом круге будет биться с Песни Смерти за второе место. А сегодня бой в группе Б. Эроптодон смог одолеть шепота смерти в турнире. Но сегодня у него соперник посерьезнее. Улучшенная версия шепота. Посмотрим, как закончится этот бой. Начинаем битву. Сегодня сражаются. Защита и атака. Дракон Мистер Медлительность и Мощь. Эроптодон – это защита. А атакующий дракон – вопль смерти. Дракон Мистер Атака. Кто же? Кто же окажется сильнее? Помните бой Эроптодона с Шепотом Смерти? Эроптодон победил. Шепот Смерти ничего не смог сделать с этой огненной глыбой. Сможет ли что-то сделать вопль смерти? Сможет ли Эроптодон устоять перед натиском вопля? Ну, во-первых, вопль больше шепота и мощнее. Конечно, чем крупнее дракон, тем проще одерживать победы. Во-вторых, залп у вопля круче. У Шепота огненные круги, а у вопля огненные взрывающиеся шары с большой дальностью полета. Высокая частота выстрелов. Его залп реально мощнее. Плюс у вопля есть еще шипы. Помогут они ему в битве или нет? Еще посмотрим. Ну и челюсть у вопля, конечно же, мощнее. Целые острова съедает. И вот такой монстр нападает на медлительного Эроптодона. Он обстреливает его своими залпами. Каждый залп достигает своей цели. Ведь Эроптодон – очень хорошая малодвигающаяся цель. Вопль Смерти пускает свои шипы. Есть ведь зазоры в броне Эроптодона. И они могут попасть в эти трещины. То есть, вопль Смерти атакует по максимуму. Все силы свои бросает в бой. Он может даже еще и сдать свой смертельный вопль, чтобы дезориентировать Эроптодона. Но в принципе можно и без него. Эроптодон настолько медлительный, что как будто всегда дезориентированный. Теперь как происходит бой со стороны Эроптодона. Он стоит такой огромный и мощный. С самой крутой броней, застывшей огненной лавой. Он настолько крут, что питается огненной лавой. И тут в него прилетают какие-то огненные шарики, которые он, возможно, даже и не чувствует. Может, даже нервных окончаниях у него в броне нет. Прилетают в него острые шипы, ударяются о камень и отваливаются. А те шипы, которые пролетают сквозь броню, сгорают в высокой температуре лавы. И все усилия вопля Смерти напрасно. Как стоял Эроптодон, так и продолжает стоять. Они никогда не сражались между собой. Что же сильнее? Атака вопля или защита Эроптодона? Сложно сказать. Я точно знаю, что залп вопля очень хорош. Но также я знаю, что броня у Эроптодона, скорее всего, самая крепкая. Можно еще предположить такой вариант. Почему бы воплю не съесть Эроптодона? Он ведь целые острова съедает. Что для него кусок застывшей лавы? Так, червячка заморить. Но и здесь есть проблемка. Ведь внутри Эроптодон очень-очень горячий. Не обожжет ли себе рот вопль Смерти? Я не забыл про залп у Эроптодона. Я помню. Но я думаю, вопль Смерти легко от него увернется. В общем, от тебя зависит, кто победит в этом бою. Забудь про любимчиков. Перед тобой свирепый атакующий вопль Смерти и Эроптодон с мощной и крепкой броней. И ты выбираешь, кто победит в сегодняшнем бою. Так что жми на вот такой значок в правом верхнем углу и принимай решение, кто победитель. А в следующем бою сразятся Шопот Смерти и Разнокрыл. Эти драконы еще не одерживали побед, но битва между ними обещает быть интересной. На сегодня это все. Хочешь выбирать победителей в каждом бою? Подписывайся на канал и смотри все битвы. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok